Это же невозможно жить, когда не знаешь, где он, что с ним, и к кому я хожу. Может, я кого-то похоронила, может, чья-то мать точно так плачет и не знает, где ее сын. На сельское татарское кладбище Ольга Жмырко приходит каждое утро на протяжении целого года. Не важно, какая погода за окном. Убирает могилку, поправляет венки. А потом садится и долго смотрит в одну точку. На могиле никаких табличек и опознавательных знаков. Они пропали странным образом, поясняет женщина. Да и чьи останки лежат в земле, до сих пор не ясно. В то, что здесь покоится ее сын, материнское сердце верить не хочет. Иван Жмырко всегда мечтал служить родине. Сначала армия, потом служба по контракту уже в краевом центре. В тот день Иван позвонил родителям, сказал, что прогуляется с другом. Тогда Ольга Жмырко разговаривала с сыном последний раз. Поднимаю трубку я. И он мне прям вот так в трубку говорит, что ваш сын мертв, он утонул, вещи на берегу. Перечислил мне вещи, и в кармане сотовый телефон у него был дорогой, и 1300 рублей. Я, конечно, начала кричать. Где? Как случилось? Какой водоем? Как он там очутился? Такого не должно быть. Он собрался в парк. Как оказалось позже, Иван решил после прогулки поехать искупаться на канал. По словам очевидцев, парень неожиданно начал тонуть. Помочь ему никто не смог. Течением солдата понесло вперед. Труп обнаружили местные жители. Когда семья Жмырко приехала на берег канала, чтобы своими глазами увидеть бездыханное тело, опознать сына им не дали. Иван был накрыт белой простыней. Оттуда парня сразу увезли в морг. На похоронах увидеть тело Ивана Жмырко так и не удалось. Его привезли в заколоченном гробу. Эксперты констатировали, в трупе инфекция. То, что родному отцу и матери не дали опознать тело сына, считают супруги Жмырко, подстроено. Говорить о законности действия, уверена, горем убитая мать, не приходится. В заколоченный гроб могли положить любого. О том, что эта ситуация действительно противоречит букве закона, подтвердили и профессиональные юристы. Данное действие, конечно же, незаконное, потому что при обнаружении трупа, конечно же, необходимо позвонить и вызвать кого-то из родственников, который может дать точную оценку и свидетельствовать о том, кем является труп. По мере, мое отчество, если действительно родственники, чтобы было известно о том, кто это личность. Чтобы он не был не опознанным трупом, а были все сведения о нем. Поэтому, конечно же, эти действия непромоверны. Пришел он со смены службы, разделся, положил все, и так все лежит. Я до сих пор все не трогаю. После того, как родители начали бить стервогу, об их проблеме узнали и в приемной Путина. Там-то и дали заключение. Эксгумировать тело для дальнейшей экспертизы. В присутствии и милиции, и чиновников, и военных гроб, который уже год провел в земле, подняли наверх. Взяли необходимые для экспертизы материалы и отправили для анализа в Москву. Между тем, родители Ивана Жмыркова все это время продолжали верить в то, что их сын жив, а в гробу кто-то другой. Сомнения разогревали и странные ночные звонки с неизвестных номеров. Кто-то говорил, что видел Ивана целого и невредимого. Однако сотрудники правоохранительных органов, рассказывая только Жмырко, проверять звонивших не стали. Однажды в доме раздался очередной анонимный звонок, который поверг всю семью в шок. И он мне так сразу и сказал, я вам не буду выражать ни соболезнования, не буду вашему сыну ни Царство Небесное говорить. По части говорят и говорили, и я знаю, он жив, он продан в рабство и назвал даже сумму 300 тысяч. Я просто сразу как-то говорю, за границу я почему-то так. Он нет, это за границу будет дорого стоить здесь. В одной из республик. Он же у вас по связи. Персию о продаже парня в рабство в военно-следственном отделе Край отвергли сразу. Такого, уверено, там просто не может быть. Однако любую информацию, о которой говорят родители, в срочном порядке проверяют. В дальнейшем были, так скажем, указаны такие обстоятельства, что данного сына и их сына продали в рабство. При этом участвовал следователь военно-следственного дела по Ставропольскому гарнизону наш, что он ежедневно созванивается и узнает обстоятельства его выполнения работ в рабстве. Ну, в общем-то, наверное, абсурдные вещи. Мне кажется, это результат просто горя большого людей. И мы, естественно, понимаем это горе, соболезновываем. Будем все проверять, тут нам деваться некуда. Любой их доход, чем мы занимаемся, проверяем все. Все, что они говорят, мы все проверяем абсолютно. Там же в военном следственном отделе по краю нам рассказали, труп Ивана Жмырко родными опознан был. Там подтверждение слова очевидцев, которые утверждают, сестра утопленка видела труп в морге. Как бы там ни было, родители продолжают ждать результатов ДНК-экспертизы. Они станут известны 1 августа. Только тогда семья Жмырко будет уверена, кому они приносят каждый день цветы на кладбище. Анастасия Самойлова, Александр Конырев, Юрий Корниенко, Информбюро.